Это был какой-то такой лотерейный билет, который я вытянула в этой жизни, который конечно перевернул очень сильно мою творческую карьеру. Светлана Беляева личность уникальная и многогранная. Она стала популярна во многом благодаря группе лицей, но этот успех не вскружил ей голову. Сегодня она занимается сольной карьерой. Однако все никак не может сама определиться, кто она, певица или кто-то еще. Я еще занимаюсь психологией. Это такое, конечно, второе направление. Я даже сейчас, честно говоря, не могу сказать, что больше психология или музыка. Оно как-то вместе идет и занимает две такие огромные части моей жизни, помимо семьи и ребенка. И это, конечно, тоже очень интересно. Я думаю, что это мое призвание. Я королева, я королева лето. Я королева, королева лето. В детстве как-то меня интересовали межличностные отношения, интересовали какие-то вопросы, связанные с процессами мыслительными, мышлением. И вообще, ну, всегда было интересно. Я решила пойти попробовать поучиться. Попробуйте. Я поступила в высшую школу психологии, и потом уже, учась, поняла, что это действительно, это мое, это не просто, может быть, увлечением, а может быть, профессией. Может быть, зрители знают, что она пела сначала в группе лицей, затем она получила психологическое образование, высшее психологическое образование. И теперь Светлана соединяет свои навыки психолога, психологопрактика с теми практическими, профессиональными, трудными навыками эстрадной лицы, которые она получила раньше. Если хочешь, это так просто. Завтра утром ты станешь взрослой. Разбивалось сердце на части, говорила, это на счастье. Мы находимся у входа факультета искусств Московского государственного университета, где я работаю психологом в психологическом центре поддержки студентов. Очень замечательный факультет, который имеет уникальные направления, отличные от всех любых других вузов, занимающихся искусством и обучающих студентов. Очень замечательный преподательский состав и очень интересная, на самом деле, работа, которая ведется на нем, как психологическое, так и вообще по обучению. На факультете искусств открыт центр психологической поддержки студентов. В этом центре и работает Светлана. Работает там несколько педагогов. Светлана занимается в основном со студентами эстрадно-вокального профиля. То есть она понимает проблемы, она понимает запросы, тревоги. То есть то, что волнует студента данного профиля, ей очень понятно. И в профессиональном, и в человеческом плане. Я думала как-то по упрощенной программе, вот качественной, но по упрощенной программе, так на меня посмотрела. А как это по упрощенной программе? Ты нормальная, Игорь? Типа покороче, что ли? Да. Серьезно? Когда я пришла к Светлане, она рассказала ей все свои жизненные трудности. И я увидела на ней такого человека, который меня понимает, такой же, как я. Мысли-то одинаковые, одинаковые взгляды. Я была очень рада. И после курса, так сказать, проведенного с ней, я стала более уверенным человеком в жизни, стердающим. И у меня в жизни все пошло прям быстро, такой волной, все в лучшую сторону. И в принципе, та, которой я сейчас, это благодаря ей. Я очень многому ему обязана. И, в общем-то, довольна, что я с ней познакомилась. И мы теперь дружим, моя лучшая подруга. Мои сны летят за тобой. Я твоя мелодия, осенняя мелодия, но ты не стал к мелодии стихами. Мне кажется, это очень такой человек с таким московским ритмом. Очень такой столичный человек. Мне кажется, это такой человек, очень заряженный на ритм нашего города, на очень такой всегда готовый к какому-то эксперименту. Такой впереди бегущий человек. Это очень подкупает, надо сказать. Потому что многие люди, в том числе и я, живут достаточно меланхолически, что ли. Такие и как певицы, и просто как симпатичные девушки. Они, безусловно, украшают улицы нашего города. Мне в лицо ударит ветер, обжигая мое тело. Без тебя я не летала, без тебя я не умела. И сомнений быть не может, позабыть не хватит силы. Мне помочь уже не сможешь, не вернуть того, что было. Ты был сон, был словно воздух. Ты был как свет, нет тебя, и значит смысла больше нет. Я лечу. Для Светланы машина не просто транспорт, это то, без чего она не может прожить и дня. Светлана практически живет в автомобиле. Я обожаю свой автомобиль. Вот это просто какая-то мания. Я люблю очень ездить за рулем. Я просто люблю сесть в автомобиль и поехать по улице Москвы, просто кататься. То есть не останавливаясь нигде. Потому что когда я еду, я впадаю в какой-то такой транс, который меня полностью восстанавливает. Уходят какие-то там депрессивные мысли, какие-то проблемы. Включаю музыку и просто еду. Просто катаюсь и наблюдаю, что находится за окнами моего автомобиля. Там могут мелькать огни ночные, или же это может быть день. Не важно, если я в день не поезжу хотя бы час за рулем, то я себя плохо чувствую. Вот серьезно говоря, от души действительно так и есть. Для меня это очень... Моя машина, мой маленький дом, который передвигается по московским улочкам. Моя машина, мой маленький дом, который передвигается по московским улочкам. Вот мой маленький дом, мой автомобиль, о котором я говорила. Времени я провожу здесь невероятное количество. Конечно, все знают московские пробки, но меня это не пугает. У меня много всего интересного. Можно слушать музыку, можно даже иногда читать книгу. Пробки строят. Или говорить по телефону. Есть наушник специальный, который я ставлю и болтаю обо всем. Я королева, я королева лета. Помню, когда впервые попало в Москву, мы с мамой гуляли по Арбату, по огромному проспекту. Это произвело тоже небольшое впечатление. Вот, например, Никитская улица, Большая Никитская. Там есть замечательный храм, в котором венчался Пушкин. Я думаю, что мы сейчас как раз туда доедем. Мне нравится тоже там бывать, прогуливаться. Это необычный для Москвы, современный, который уходит за пределы садового, особенно третьего транспортного кольца, который просто обычный коробки какие-то, непонятный, кто их придумал, кто занимался такой архитектурой. А здесь все-таки сохранен какой-то такой свой колорит. Мне кажется, ни в чем не уступающий по стилю и по какой-то индивидуальности городам Европы. Как замерзает река зима, камнем до дна. Как превращается в море льда доверчивая вода. Акварель застыла, стали длиннее ночи. И из-под ног земля тебя увидеть хочу очень-очень. Как ты там без меня, как ты там без меня... Мне нравятся эти места и, скажем, Трубная площадь, Цветной бульвар, тем, что в таких маленьких переулках есть дома. Вообще, я мечтаю жить где-нибудь на верхних этажах. Вот обратите внимание, такие балкончики, такие необычные совершенно. Это вообще моя мечта. Иметь квартиру на верхнем этаже, может быть, какой-нибудь пентхаус, на котором есть балкончик, где можно поставить красивые цветы, сидеть, читать книжку и в то же время наблюдать город с высоты, ну, не птичьего полета, но хотя бы полета воробья. В тишине уходим мы, расстаемся в городе, где музыка, я была, я была твоей послушной скрипкою. В какое-то время я ездила на метро, но совсем недолго. У меня как-то очень рано появился автомобиль, такой такой заядлый автомобилист, и папа меня учил водить машину, где-то, наверное, лет с 12 я уже сама водила. Поэтому быстро купил автомобиль, как заработала первые какие-то деньги, на которые это было возможно сделать. И с тех пор езжу, можно сказать, очень редко, когда хожу пешком. Наша любовь будет с нами, любовь до последнего дня. С лицеем, конечно, это уже был другой статус, уже другие ощущения. Но, честно сказать, я, конечно, не придаю особого такого значения. Философски отношусь ко всему, потому что в жизни бывают и взлеты, и падения. И если цепляться и думать только о том, чтобы стать популярным, и воспринимать жизнь, какие-то достижения именно популярность, то, мне кажется, такой тупиковый вариант, который рано или поздно приведет к огорчению. И, избегая этих самых огорчений, я все-таки рассматриваю все через философскую призму. Стараюсь не радоваться, не огорчаться, держаться как в такой среднем балансе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok